Девушки отдыхают Милая, увидев вас, я, как смущенный мальчишка, покрылся густым багрянцем. Ваш голос так гармонично, 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 да, гармонично. Резонирует, черт, резонирует! Да-да, открыто! О, нет-нет-нет! Заходите, заходите! Я вас так ждал! Вы знаете, увидел колонку знаком с газетей и сразу решил позвонить. Вы не стесняйтесь! Проходите, садитесь за стол, угощайтесь! Спасибо! Вас как зовут? Семен! Семен, какой крас... Как, Семен? Как? Вы кто? Кто? Сантехник, по вызову. Вино хорошее, где брал? Не бейте! Я вам разрешал? Как? Сам сказал, проходи, садись. И смотри, колбаса-то отменная у тебя. Что вы, Сергей, как хватаетесь со стола-то? Ну, вообще, вы к кому, уважаемый? Как к кому? К Звездуновым! А ты кто? Не тыкайте мне! И колбаску вилкой не тыкайте! Звездуновы там живут! Сам сказал, проходи, садись за стол! Стал меня закармливать! Я мандаринку возьму! Положите на место! И идите работать! Ну, и у, оставь себе мандаринку, жмот! А вот конфетами не побрезгую! Что за день сегодня такой? Не выпить, не закусить! Ну, как? Жить будет? Жить будет! А вот работать вряд ли! Такое ощущение, что перед тем, как его сломать, его долго пытали! Господи! Как? Пытали? Ну, да! Это я, в смысле, к тому, кто его чинил! Я бы ему руки оборвал и в одно место засунул! А вы знаете, у нас у Сережи и так руки не оттуда растут! Он же до этого все сам чинил, Сережа-то! Так жили, так и жили! Без розеток, без воды горячей, без утюга! Извините за завтрашний вид, но... Не извиняйся, старичок, я сегодня тебя без порток уже видел! А я не вам, а Татьяне! Привет, Миша! А вам, я так скажу, вы должны помочь мне, как мужчина-мужчине! В каком смысле? Ну, понимаете, я ждал даму! Ну, и чтобы она не ошиблась квартирой, вышел повесить на дверь записку! А дверь возьми и захлопнись! Неужели вы откажете в помощи хорошему человеку? Считай, землячок, тебе повезло! Перед тобой Семен Потапов! А он еще никому не отказывал! Правда? Правда! Сто болтов мне в шляпу! Что надо делать? Нужно перелезть через балкон и открыть дверь изнутри! Считай, что ты первый, кому я отказал! Сто рублей! У меня двое спиногрызов на шее! Сто пятьдесят! И две псины! Двести! Да? А попугай с хомяков с голоду должны пухнуть! Короче так! Триста рублей и пламенный привет всему твоему зоопарку! По рукам! По рукам! Где балкон? Я дома! Так скромнее, скромнее, я умоляю вас! Это я дома! А вы все дня вашей свадьбы, Натане, до сих пор у меня в гостях! И вообще, я на вас в обиде! Ну и что же вы мне прикажете, Клара Захаровна, вас в ваш дом на руках вносить? Я бы вас внес с удовольствием бы! В красную книгу! А что вы здесь опять спорите? Да вот, Таня, на день нашей свадьбы с тобой вазу тебе купил! Да! Вот и мы с Кларой Захаровной обсуждаем, куда ее поставить! Ну, Сережа, ты такой молодец! А у меня тоже для тебя сюрприз! Привет, соседи! Таня, а что ж ты этот сюрприз? Ну, я не знаю, ну, хотя бы его в брюки завернула как-то! Господи, Сережа, это совсем не то, что ты думаешь! Ну, конечно, не то! И это не Миша, и совсем он не без штанов, и он вообще не в моей квартире, и совсем даже не с моей женой! Сережа, успокойся, я тебе сейчас все объясню! У нас дома был сантехник, а у Миши захлопнулась дверь, и он уговорил этого сантехника перелезть через балкон и попасть к нему в квартиру, чтобы открытились внутри! И это просто банальное недоразумение! Понимаешь? Понимаю! Убью! Руки прочь от порядочных женщин и от их соседа! Тише! Клара Захаровна, не мешайте вершить правосудие! Иначе я вас возьму сегодня все-таки на руки! Да и с балкона! Сережа! Ой! Там нет лет бы пятьдесят назад, вы попадите, я в вас сама в бараний рог скрутила! Меня в деревне боялись, а все! Ну такие времена были! Полицаев-то тогда все боялись! Сережа! Не так ли, фрау фон Клопшток? Ой! Мама! Мама, успокойся! Да вы что, Сережа, мы сейчас же пойдем немедленно к Мише! Миша, что ты молчишь? И спросим у этого сантехника, как все было, да? Ну пойдемте, пойдемте! А вдруг этого сантехника там нет? А если его там нет, значит он под балконом на газоне валяется! Конечно! А это и будет подтверждением наших слов! Да! Эх вы, какие же вы жестокие люди! Ничего вам не стоит живого человека с балкона сбросить! Ну ладно, пойдемте! Пойдемте, пасыняты, пойдемте! Пойдемте! Михаил Григорьевич? Не-а! Семен Адольфович, согласись, так лучше звучит! А ты кто? Мы с Михаилом Григорьевичем договорились на полвторого! Знакомство по объявлению! Понимаете? По объявлению! А, понимаю, белокурая шалунья, а! Какая я? Шалунья! Я медсестра! Да? А Григорьевич доктор! Мужичок с фантазией! Ну знаете что? Передайте своему мужичку с фантазией, чтобы больше меня не ждал! Постой, постой! Ну ты что, Анатолий Прадмит, сестра что ли? Да постой! Постой! Что еще? А что, поцелуй передавать не будешь, а? А-а-а-а! Так, давайте рассуждать спокойно и логически. Дверь открыта, да? Если здесь этого сантехника нету, и нет его и под балконом, мы посмотрели, его нет, то... А-а-а, то тогда, а? Ну тогда где его черки носят, господи боже мой? У меня другая версия этих событий. Моя жена с моим соседом наставили мне рога. И теперь делают из меня дурочка. Что ты такое говоришь? Ну какие еще рога? Вот так вот сплетни и появляются. Так-то они дети появляются. Не смейте девочку руками, а то я лишу вас вашего наследства. Вот так? Ага. Вы меня еще и изуродовать хотите? Сергей, хватит. Ну мы же и цивилизованные люди. Действительно. Значит, ты так вот цивилизованно пришел к моей жене без штанов. Понимаю. А я сейчас так вот цивилизованно тебе рога-то и поотшибаю. Сережа. Ой. Да вы свои-то поспиливайте олененок. Без ты, мама. Правильно Таня сделала, так ему и надо. Сергей, ну пойми ты. Ну не нужна мне твоя Таня. Я сам женщину жду. Конечно. О, это как же гадство поднимать? Завратил девочку неизвестную нашу, а сам с кустыда бросил на произвол судьбы. Да, на воскресенье. Мама. Мама. Сергей, надо ведь ударьте его хорошенько. Сережа. Сережа. Наверное, в следующие жизни... Когда я сам уколочек... Болван! Прелюбуди! Тупица! Кобель! Драбить! Стоп, 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 стоп. Сели! Ну, вас к черту, братья Кличко. Это не нормальные какие-то. Давайте от слов к делу. А то в нас уже отдавать ваших танцев болит. Мама, ну как ты можешь так говорить? Они же покалечат друг друга. А значит, судьба Таня такая. А кто выживет? С тем и будем жить. Ты так на кого ставишь? Бокс? Заходи, Эльвира. Чувствуй себя как дома. Опа. Я, кажется, что-то пропустил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А это что? За образина. Поосторожнее, товарищ. Вполне приличная девчонка. Сережа, это как раз и есть вот наш сантехник Семен. Вот этот, который в синем. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Садитесь. По-моему, я здесь лишнее. Прощайте. О, Эля. О, Элечка. Ой, постойте, не уходите. Ой, вы видали. Пойду полежу, чем закончится. Лара Захаровна, когда будете подслушивать, смотрите, уши об дверь не натрите. Они у меня натренированы. Спасибо. Спасибо. Ну, рвай. Семен, да? Да. Сема. Рассказывай все, как было. И не вздумай мне врать. Ты еще не знаешь, каков звездунов в гневе. Ну, товарищ, считайте, вам не повезло, что перед вами Семен Потапов. И у меня в кармане, знаете что? Во. Молоток. Ну, что ж, давайте поговорим, как цивилизованные люди. Семен. Эльвира! Постойте, Эльвира. Эльвира, постойте. Эльвира, Сейчас. Нет, не так. Увидев смущенного мальчишку, я покрылся... Нет. Увидев вас, как вас накрыло этим... Нет, вот так. Не так. Вы с мыслями соберитесь, а я пока сумочку заберу. Сейчас. Раз, два, раз, два. А мы по-прежнему упражнения делаем тут у вас. Раз, два. Что вы там? Ваш голос-то так гармонично, 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 гармонично. Резонирует. Тут очень подойдет слово, резонирует. Клара Захаровна! Что? Короче, что вы там хотели? В общем, так. Вы сейчас погуляете часок, как будто ничего не было, ладно? А я тут пока стол накрою, если там, конечно, хоть что-нибудь осталось. Там хоть что-нибудь осталось! Конечно, шпроти, бананы и булка белого. Вы согласны? Ладно, я приду. И любительский килограммчик купи, пожалуйста, по дороге. Ну что, друзья, наступил хэппи-энд? Пока нет. Но, видимо, все-таки энд сейчас для кого-то наступит. Кто последним выходил из квартиры? Господи! Ну почему вы меня все так не любите? Как же это? Ну, как же это? Ну, как же это? Послушайте, может, все-таки дверь ключом открыть? Просто спросила. Как же это? Серёжа, перестань. Убери немедленно голову от двери. Да ничего страшного, она дубовая. У вас дверь из дуба? И дверь тоже. Ну что же за день-то такой? Крад сломался, дверь захлопнулась. Сосед предателем оказался. И тёща какая-то прям неродная. Что же за день-то такой проклятый? Серёжа, это знаешь, какой день? Это день нашей свадьбы. Пожалуйста, не сиди на грязном полу, Серёжа. Да пускай сидеть, и вам же Михаил Григорович своими коленками вытер. Ребята, у меня работа не вахтывая. Я здесь месяц торчать не собираюсь. Решайте чего-нибудь уже. А чё решать-то? Пусть кто-то перелезет с моего балкона на ваш и откроет дверь. Вот только кто? А я знаю одного добровольца. Да, Клара Захаровна? Серёжа, даже не думай об этом. Ты сейчас никуда не пойдёшь. Ты сейчас разгорячённый, ты простудишься. Да я не себя-то вообще-то имел в виду. А одну пожилую спортсменку. Которая всех просто тут поражала своей акробатикой. Михаил Григорьевич, ну не молчите, вы с мужчиной делаете что-нибудь. Ну вообще-то ладно. Прыгать с балкона на балкон – это мужская работа. Поэтому так и быть. Полезет Семён. А чего это я полезу? Я туда больше не ходок. Кило. Солидола мне зашиворот. Я клянусь. Послушайте, а вот это, 200 рублей помогут вам нарушить вашу клятву? Нет, не помогут нарушить клятву. Сто шурупов мне носки. Раскошеливаетесь, Клара Захаровна. Напоминаю, вы в дублирующем составе. 400 рублей сливной бочок вам по голове. Проклятые кактусы. Они что там, текилу гонят что ли, а? За такую работу надо молоко давать. Хотя, ну это молоко. Ну, за приятные неожиданности. Вкуснятенько. Вкуснятенько. А давайте я вам еще картошечки положу, а? Меня от вашей картошечки уже тошнит. Может, все-таки рассчитаемся? Да, конечно, конечно, рассчитаемся. Значит, вот, 400 рублей, как договаривались. И еще 100, так сказать, за приятную неожиданность. Приятная неожиданность, говорите? Она мне чуть жизни не стоила. А вы мне сотку даете какую-то. 200 и точка. Какая наглость. Ой, ну вы посмотрите, какие мы нежные. Об хрупкую вазочку чудней разбили головку. Так дайте им 200. Минус 20. Это за что это? А за бинты и зеленку. Тогда, тогда, тогда плюс полтинник за моральный ущерб. Тогда минус 30. Это за что? За кило съеденной картошки. Да. И еще минус 10 за рюмку водки, которую вы выпили. А водку-то я не успел выпить. Вы же мне вазой по голове шарахнули. Ну вы же, вы же ее пролили, когда падали. Не, ну посмотрите. Я, может сказать, им помог. А они мне тут на деньги наказывают. Ну, а как вы хотели? У вас свой бизнес. У нас свой, да, Таня? Да. Пожалуй-ка я пойду отсюда. Пока вы меня без штанов не оставили. Коза Ностра Хренова. Я тебе дам коза. Тань, как моего, а? Да. Больше не сунется. Точно. Рокингей. Да нахал просто какой-то. Так что-то я не понял, девушки. У нас что, кран так и не работает? Да-да, входите. Открыто. Я так рад вашему появлению вновь. Скажите, согласны ли вы своей лучезарной улыбкой осветить жилище старого холостяка? Согласны, Михаил Ремотович. Согласны. Миха, слушай, у нас опять педа случилась. Дверь захлопнулась. Теперь месяц у тебя жить будем. Боже, Миша, да перестань, да это шутка. Принимай, принимай. Ну вот так я и... Вот так мы и живем. Редактор субтитров А.Семкин